Эта история началась в начале июня. Мы закончили все дела около часа ночи в субботу, собрались спать, с утра поедем на море, заглянули в фейсбук, а там, в центре Тель-Авива, выброшен щенок в жутком состоянии, с ошейником в поводку. Час ночи, на пост никто не откликается, что делать, выключить ком, пойти спать, а щенка если доживет до утра, не пойдет под машину, заберет Ирия, таких в эсгерах усыпляют сразу. Пишу, что примем, благо нашедшие щенка молодые ребята оказались очень хорошими людьми, нашли у кого взять машину и к трем ночи привезли это к нам домой. Зрелище не для слова нервов. Самое страшное, что визуально похоже на одну болезнь, которая не лечится в принципе. Мы видели подобное лишь один раз в жизни. Наступило утро субботы, какое уж тут море. Знаете, как больно и страшно вести в клинику щенка, понимая, что с большой долей вероятности его придется усыпить. Этот слабенький, тощий скелетик смотрит на тебя глазами, кажущимися огромными на их схудавшей мордочке. К счастью, анализы не подтвердили худшие подозрения. Это оказался всего лишь скабиас. Скабиас тоже очень тяжелая болезнь. Но в данной ситуации это означало жизнь. А из ушей полезли они личинки, то есть страшные мухи, разносятся кошмарной болезни, а элементарные опарыши, возникающие на язвах. Врачи клиники Ждиман сделали все необходимое, дали все необходимые лекарства. И теперь скаби переехал в руки наших заботливых девочек. Скабиас очень опасная болезнь, поэтому ребенок две недели был в полном карантине. Смотрите, с каким удовольствием он ест в первый же день, как его поселили в карантин. Необходимо купать специальными маслами. Смотрите, наша Диана занимается скаби. Лечение лучших специалистов и клиники Ждима, и лучшего кожника страны Илона Скоринского, и любовь и забота наших девочек сделали свое. Скаби пошел на поправку. Кстати, вот на фото сейчас вы видите Илона Скоринского. Все болезни остались позади, и его взяла домой на передержку семья Саши. Казалось, все беды его позади, немножечко откормятся, и будем искать ему постоянный дом. И вдруг температура 44, скаби никакой. Снова в клинике Ждима, где врачи диагностировали паразитов крови. И еще три недели лекарств, поездок в клинику. Три волнения и заботы Саши и ее семьи. Скаби поправился и, надеемся, больше не будет болеть. А сегодня Саша преподнесла нам сюрприз. Сказав, что никому Скаби, а вернее теперь уже Скубиду, не отдаст, и это их будет собственная собака. Они его усыновляют. Спасибо. Счастья вам, ребята, со Скоби. А мы будем ждать от Саши свежих фотографий Скоби. Будем вспоминать этого веселого мальчишку. И просто еще раз порадуемся еще одной спасенной жизни. Мой лучший друг, однако. Спасибо.